Новая работа – настоящий подарок для Рамила. Молодой человек в этом году закончил вуз с красным дипломом. И ему сразу же предложили место юрисконсульта. К тому же его ждало рабочее место, оборудованное по всем правилам. Пять лет назад Рамил попал в ДТП и больше не смог ходить. Но это не помешало жить полноценно. У Рамила есть жена-ребенок, теперь появилась и любимая работа. Голова есть, как говорится, руки на месте. Я могу зарабатывать, я зарабатываю. Поэтому я себя не считаю инвалидом. Тем более потом сообщили о том, что есть целевая государственная программа, содействие занятости. Я вообще обрадовался, был счастлив на самом деле. И сейчас очень счастлив. Я уже устроился, официально уже трудоустроен, работаю. Чтобы обеспечить сотрудника доступом к своему рабочему столу, установили пандусы. Автоматические двери расширили проемы. Также специальным образом переделали туалетную комнату. И все это на федеральные деньги, которые регион получил по целевой программе. Были найдены и работодатели, которые согласились трудоустроить у себя колясочников. В Ачинске создали два рабочих места. И оба в медицинских учреждениях. Здесь проходит лечение дети как амбулаторного звена, так и стационарное лечение. Мы поняли для себя, что благодаря этой программе, краевой, и работнику трудоустроенную через центр занятости, мы убьем двух зайцев. Тем самым мы улучшаем инфраструктуру детского учреждения. Строим пандус не только для нашего работника, но и для наших детей. Всего в этом году в крае создали восемь рабочих мест для колясочников. Кроме Ачинска, это города Лисосибирск, Боготовый, Красноярск. Сотрудничать с центром занятости согласились не только больницы, но, например, швейная фабрика или диспетчерская служба такси. Для нашего региона это первый опыт по обустройству рабочих мест для маломобильных групп населения. На обустройство одного рабочего места для колясочника выделено 900 тысяч рублей. Это, конечно, далеко не все, что мы делаем. Я хочу сказать, что у нас вообще уже не первый год оснащаются рабочие места для инвалидов. То есть мы компенсируем затраты работодателя именно на оснащение рабочего места. И туда трудоустроятся уже 976 инвалидов мы трудоустроили. Значит, поэтому эта работа будет продолжена в следующем году. Обладатель и второго рабочего места в Ачинске рад участию в программе. Потеряв возможность ходить, Виктор и не надеялся найти работу. Но уже через несколько дней он приступит к своим обязанностям. Станет главным по компьютерам. Первоначально встал на учет в центре занятости. Мне как бы все говорили, что, Витя, ты глупостями не занимайся. Кто тебя поставит? Как бы все ходячие. Говорит, тут ходячим-то работы нету, как бы проблематично найти. Говорит, тебя-то кто будет устраивать? Говорит, ну, попытка, не пытка. Ну и все, отстоял в центре занятости, какой-то промежуток времени. Потом мне предложили, он говорит, не хотел бы поучаствовать в программе по трудоустройству, но лидов-колясочников. С удовольствием. В Ачинске планирует продолжить работу по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Предстоит обустроить пандусы во всех социальных учреждениях. Пока они есть только в 37 из 105. Также ведется работа и по трудоустройству. Особенно активны ачинцы в бизнесе. За последние пять лет 13 человек открыли свое дело. Александра Репева, Дмитрий Шевцов. Новости.